Досрочные выборы во Франции, масштабный обстрел Вальнянска в Запорожской области и как повлияют дебаты на результат выборов в США обо всем этом. Расскажу подробнее в эфире НЕХТА. Самая важная и интересная новость. Российские националисты выходят из-под контроля российских властей. Что вспыхнет следующим? Вспыхивает там, где тонко. Где это тонко? Понятно, что это Кавказские республики. Москва готовится к большой войне в Северном море, минирует инфраструктуру. Это является частью подготовки к возможному конфликту, горячему конфликту между Российской Федерацией и НАТО. Дебаты в США. Первый тур прошел, но почему его никто не заметил? Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал и не забывайте про кнопочку суперспасибо. Это очень важно. Так вы можете нас поддержать. Поехали. Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия России геноцидом украинского народа. И это может стать необходимой предпосылкой для установления прочного мира, как говорят в украинской делегации. В день открытия летней сессии в Бухаресте по ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением десятилетней вооруженной агрессии РФ против Украины, которой признала действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа. Также в парламентской ассамблее призвали приложить все усилия к деокупации Крыма и поддержать формулу мира. Призвали ОБСЕ создать специальный трибунал для привлечения к ответственности Российскую Федерацию за преступления, совершенные в ходе агрессивной войны против Украины. Провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, пыток, изнасилований российской армии. О том, что это значит, такое признание, и что оно позволяет или не позволяет делать дальше, мы поговорили с украинским дипломатом Александром Харой. Такие документы, хотя они не могут, собственно, назвать геноцид геноцидом, но они призывают соответствующие международные инстанции, чтобы провели расследование. И фактически европейские, точнее парламентарии ОБСЕ, они говорят, что в действиях Российской Федерации есть все признаки совершения геноцида. Также в декларации есть призыв к правительствам государств-членов признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма. Все это необходимо для того, чтобы совершать давление на Российскую Федерацию, подталкивать соответствующие международные структуры, такие как Международный криминальный суд, к тому, чтобы уже предпринимались конкретные действия по расследованию и определению геноцида. И однозначно, что такие политические заявления будут в досье, когда будут рассматриваться вопросы актов геноцида со стороны Российской Федерации в судебных органах. И я надеюсь, и, собственно, как бы эта резолюция также призывает создать соответствующий трибунал по преступлениям Российской Федерации в Украине. Масштабный российский обстрел города Вольнянск. Уже известно о семи погибших, 36 пострадавших, среди них 9 детей. Об этом пишет полиция Запорожской области. За всеми деталями будем следить вместе с вами. Российские националисты раздувают религиозную и этническую напряженность, пишут аналитики Института изучения войны. На примере терактов в Дагестане аналитики показывают, что российские спецслужбы совершенно не контролируют националистическую повестку и не способны бороться с такими проявлениями. Российские ультранационалисты также утверждали, что дагестанские чиновники знают личности экстремистских идейных лидеров, но позволили радикальным салафитам-джихадистам контролировать целые сферы общественной жизни в республике. Эти заявления привели к возобновлению дискуссий о запрете Никаба в России, что побудило председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина выразить косвенную поддержку запрету этого стиля одежды. Очень долго преобладала мысль о том, что российские власти сами и контролируют националистов. Но так ли это, если некоторые события устраиваются специально для разжигания межнациональной вражды? Поэтому вспыхивает там, где тонко. Где это тонко? Понятно, что это Кавказские республики, и пока это Дагестан, там же есть Ингушетия. Не все так спокойно в Чечне, на самом деле, потому что мы прекрасно понимаем, как Кадыров управлял все это время последнее. И очевидно, что там накопилось очень много и к нему претензий, и вообще к федеральной власти огромное количество претензий. Поэтому я не исключаю, что Россия сейчас, к сожалению, сталкивается с самыми настоящими террористами. Не вымышленными, а настоящими. И если вы вспомните, когда произошла вот эта страшная трагедия в Крокус-Сити, что мы увидели? Абсолютно неспособность спецслужб выехать на место преступления. Мы увидели только вот эту показательную картинку с отрезанием ушей. И понятно, что такая картинка, она может только разозлить, да, и она может только, ну, спровоцировать какие-то новые теракты. Россия, скорее всего, заминировала критическую подводную инфраструктуру в Северном море. Во всяком случае, это подозревают в НАТО, и об этом пишет «Таймс». Для выполнения этих шпионских действий Москве нужны подводные лодки, потому что спутниковые снимки их не фиксируют. Основные цели россиян в этом плане – это кабели электроснабжения, телефонные кабели и нефтяные и газовые трубопроводы. Особенный интерес появился после начала широкомасштабного вторжения к этим объектам. О том, не готовится ли таким образом российская власть к новой войне, вероятно, более глобальной, или все это одиночные теракты, может быть, просто маневр для запугивания, мы поговорили с украинским дипломатом Александром Харой. Понятное дело, что вся западная экономика, ну, мировая по большому счету, особенно западная, она базируется на цифре, на возможности использовать интернет, но также и с точки зрения обороны. Это критически важные вещи, поскольку западные доктрины ведения войны, они сети центричны, поэтому интернет является критическим фактором, важным для обороны этих государств. Ну и параллельно следует вспомнить активность россиян в космосе. Было несколько в течение последних пяти лет таких информаций о том, что Россия разрабатывает спутники, которые могут менять свою орбиту и могут уничтожать спутники противников. То есть это и угроза европейским обществам для того, чтобы они уменьшили поддержку Украины и пошли на какие-то компромиссы за счет Украины, Молдовы, Грузии и других государств, которые не являются членами ЕС и НАТО. Ну а также это является частью подготовки к возможному конфликту, горячему конфликту между Российской Федерацией и НАТО. Вместе с тем министр обороны Швеции говорит о том, что Россия старается расколоть ЕС и НАТО. Он считает, что нападение РФ на НАТО неизбежно. Я думаю, что Кремль и Путин сами осознают, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически как в ЕС, так и в НАТО. Во Франции начинаются досрочные выборы в парламент. С большой долей вероятности на них могут победить ультраправые силы. Об этом со ссылкой на опросы пишет французская медиа РФИ. Там прогнозируется высокая явка, а первые экзитполы появятся только после 8 часов вечера. И мы, конечно же, будем следить за этим событием вместе с вами. Я напомню, Манель Макрон объявил о проведении досрочных парламентских выборов сразу после выборов в Европарламент. Теперь его партии и соцопросы прогнозируют третье место. Победу может одержать ультраправая партия Национальное Объединение, лидером которой является Марин Липен. В случае победы партии Марин Липен она сформирует первый после Второй мировой войны ультраправый парламент. А первый тур дебатов в США практически никак не повлиял на общественное мнение. Опросы группы Ипсос показывают, что большинство избирателей не изменили своего мнения. Трамп оказался явным победителем дебатов. 60% сказали, что Трамп выступил лучше, тогда как только 21% сказал, что лучшим был Байден. 19% ответили, что не знают. Но общей картины это никак не поменяло. За кого собирались голосовать американцы, вроде как за того и собираются голосовать. По крайней мере в рамках допустимой погрешности опросы показывают именно это. А Дональд Трамп пообещал построить на США такой же железный купол, который имеет Израиль. В мой следующий срок мы построим над нашей страной огромный железный купол. Купол, подобного которому никто никогда раньше не видел. Современный щит противоракетной обороны, который будет полностью создан в США и даст всем работу. Такой купол есть у Израиля. Почему его нету у нас? Тысячи немцев собрались в парке, где банда исламистов забила до смерти 20-летнего польско-греческого мигранта Филиппаса Цаниса за ношение креста на груди. Об этом сообщает портал Вышеград24. Филиппас Цанис вместе с другом возвращался ночью с выпускного вечера своей сестры, когда в нескольких метрах от гимназии на них напала толпа из 10 человек. Друзья Цаниса отделались травмами, тогда как Филиппаса избивали с особой жестокостью. И он скончался в больнице. Главный подозреваемый в убийстве 18-летний сирийский мигрант, прибывший в 2016 году в качестве просителя убежища. Я хочу напомнить вам, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, вашей спонсорству, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Суперспасибо» помогает нам создавать новые и новые видео. И мы вас за это благодарим. Не останавливайтесь на достигнутом. Также не останавливайтесь, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, все это тоже очень важно. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.